Это гель, который мы наконец-таки получили на него патент наш собственный. Мы разработали вместе с Алексеем из компании Fetalon гель для регенерации тканей в полости рта. Вот, например, посмотрите, такая ситуация классическая. Преддверие у пациента хорошее, особенных проблем нет, но есть множественные рецессии разного уровня. И что есть самое главное и неприятное? Это убыль сосочков. Зукели здесь делают, ну вот сюда мы, это максимум, что мы вытянем, и то сомнительно. Мы приняли решение прооперировать этого пациента тоже вот этим методом ВИСТа. Пока просто, как я сказала, я показываю, как операцию пока только. Отслоили, разрез. Материал. Вот показано, как, да, обработка. Мы в одну сторону поставили трансплантат, потому что там очень была глубокая рецессия, очень тонкая. А в другую сторону твердую мозговую оболочку. Зафиксировали швы. Установка трансплантата в четвертый сегмент. В третьей твердой мозговой оболочке. Все ушито прижимающими крестообразными швами, чтобы не думать о том, что у меня куда денется и сместится. И ушит вертикальный разрез. А как из этого сосочки вообще в клинике вытягивают? А вот посмотрите, сейчас я вам... Обратите внимание, что я их подняла. Ну вы-то их подняли, но они... Они... Сосочки мало похожи, честно. Ну подождите, как-то вы это... Вы как на экспрессе. Это парадонтология. Это не удаление зуба. То есть конкретно сосочки сами не поднимают? Вот они поднимают. Нет, нет. Я сосочки расщепила изнутри скальпелем. И их выправила туда, наверх. И за счет них еще приподняла этот тоннель. То есть они как... Вот здесь внутри, в сосочки, разрез. И он получается по высоте. Но есть такая методика. Это вообще метод такой... У Цура описан он. Я не уверена, что это прям его. Но он описывает вот эту методику в своей книге. Когда он расщепляет и поднимает по высоте этот сосочек. Просто за счет вот этого, как бы второй части сосочка. Да, за счет складки. И здесь таким же методом, только у меня здесь все вместе еще с лоскутом. Мне понравилась операция тем, что нету никаких швов на сосочках. То, что нигде не отходит, не отваливается. У вас нету вертикальных разрезов, кроме этого. Которые тоже ни на что не влияют, кроме как на доступ. И достаточно многие категории, классы пациентов попадают под этот метод. Добрый день, дорогие коллеги. Сегодня мы с вами продемонстрируем методику коронального опекального смещения при устранении рецессии одиночных первого, второго и третьего класса с применением пластического материала фермы лиапластологенного происхождения. Докотика коронального смещения подразумевает себя измерение параметров глубины рецессии. Для того, чтобы выполнить дизайн у лоскута, мы откладываем глубину рецессии от сосочков. От ее вершины в сторону основания, с каждой аппроксимальной поверхности, мизиальной и дистальной. Это является отправной точкой нашего разреза, одномоментно моделируя будущие хирургические сосочки. Продолжение следует... Разрез переходит в вертикальный, моделируя трапециевидный лоскут. Формируется слизно-косичная лоскут, трапециевидные формы, с широким основанием опекальным. Далее начинается выполнение суркулярного разреза. В зените и опекальные рецессии лоскут будет полнослойным, слизно-косичным. В аппроксимарные поверхности мы переходим в расщепленный лоскут. Для того, чтобы создать принимающую лужу для пластического материала в области хирургических сосочков. Поехали. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...